Чем ты сейчас занимаешься? Кто ты есть? Я решил создать команду. Музыканты, тиктокеры, блогеры, стримеры. Мы играем в футбольные матчи и стремимся попасть в медийную футбольную лигу. Вау, ничего себе. Да, это тебе не письки на заборах. Можно ли как-то нам визуализировать в себе в голове, что такое медиалига? Собираются мужички, 11 на 11, играют в футбол, потом кружечку пива выпивают. Это я. Водка, мартини. И очень живая игра начинается. Бюджеты, это около миллиона долларов. Все сделано ради шоу. Матч говно. Ну, Саша, это килла на поле. Ну, вы себе представляете? Ты че? Ха! Мы в ахере, все в ахере. Все происходит. Зачем мы играли? Валим, 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 валим. Твою мать, че я сделал? Я закрываю команду. Все, пока. У меня все очень просто, на самом деле. Я четко просто разделяю. Если история А, уникальная, Б, брендовая, найс. А остальное я не рассматриваю даже. Мне не интересен масс-маркет, в принципе. Ну, просто любая вещь. Да, конечно, базовые вещи какие-то можно иметь. Трусы, там, майка, да. Черная футболка. Черная футболка, да. Но просто в целом я не понимаю, за что даже платить те деньги, которые ты платишь, когда приходишь в Зару. Я не понимаю просто. Вот, допустим, мне, я просто за собой заметил, ввиду, там, роста, ввиду, может, отчасти возраста, мне ультра комфортно в спортивном. Потому что если мне подбирать какие-то модные рваные джинсы, то велика вероятность, что мне по колену будут. Потому что, реально, при росте 2.02 заходишь в ***. И они такие, типа, у-ху, выходи. Ребят, всем привет. Это The Code Podcast. Меня зовут Шур Рапейт. Традиционно в этой студии у нас гости, которые готовы радовать вас чем-то новым, давать вам учиться, познавать и охватывать все, что происходит вокруг. У меня сегодня в гостях Влад Хованский. Аплодисменты в студию. Влад, привет. О, я сам все поаплодирую. Мы могли там нажать, но уже ладно. А я уже забыл. Я просто запомнил две штуки. Это... и все. Я понял. Но это вторая моя. Наши зрители, Влад, возможно, не знакомы с тобой. Кто-то познакомится впервые. У тебя есть своя аудитория. Я ее прекрасно понимаю. Я давно ждал, что мы сможем пообщаться на эту тему. Я бы хотел, чтобы ты сам, наверное, рассказал, чем ты сейчас занимаешься, кто ты есть, а потом мы уже подробно начнем разбирать, с чем мы будем знакомить наших зрителей. Да, ну поехали. В общем, я единственный, как я считаю, футбольный и, наверное, самый крупный спортивный блогер Беларуси на данную секунду. Изначально я снимал с профессиональными футболистами ролики, там всякие челленджи, вопросы им задавал. В общем, много разного интересного. Канал «Высокий футбол», можете посмотреть, ознакомиться. С течением времени и появлением в России медийной футбольной лиги. Медийная футбольная лига – это когда в составе команд играют абсолютно нефутбольные люди в футбол. По типу Саша Текила играет в медийной футбольной лиге, Олег Майами играет в медийной футбольной лиге. Даже есть команда у… Вот сейчас у Егора Дружинина появилась футбольная команда, который… Который является одним из судей в танцах. Да, да, да. У него появилась своя команда, которая типа играет в футбол. И вот этот вот феномен медийной футбольной лиги, когда популярные личности играют в футбол, я решил создать у нас в Беларуси такую же схожую команду, где популярные люди, музыканты, тиктокеры, блогеры, стримеры приходят к нам в команду. Мы играем в футбольные матчи, выставочные, и стремимся попасть вот в эту медийную футбольную лигу России. Давай будем разбирать на примерах тогда. Может быть, так будет легче. Существуют на сегодняшний день футбольные лиги. Высшая лига, первая, вторая. Профессиональные. Профессиональные. Любительские лиги. Да. Кто выходит с друзьями, собирает команду, где-то участвует в турнирах. На базе и примерах вот таких лиг можно ли как-то нам визуализировать в голове, что такое медиалига? Медиалига – это любительский футбол. Любительский футбол с профессиональным подходом ко всему, что происходит на поле и за его пределами. О чем я говорю? Любительский футбол – это всегда очень такая довольно-таки скучная история. Собираются мужички 11 на 11, играют в футбол, потом кружечку пива выпивают, приходят домой, к женам. Может и нет, может и нет к женам. Дальше куда-нибудь. Да, дальше тусить. Если говорить про медиафутбол, чем он прям диаметрально отличается, это тем, как все организовано. Уровень трансляции – это транслируется в прямом эфире. Уровень трансляции, уровень стадионов, уровень зрителей, то есть зрители присутствуют на этом. То есть кто-то еще и ходит на любительский футбол. Да, да, да. И при этом, при всем, ну, людям интересно на это смотреть, потому что сейчас белорусские, в том числе российские команды, профессиональные, да не то, что не блещут, они не могут даже блистать результатом, они не участвуют. Сейчас запрещено. УЕФА запретило участие российским командам в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в Лиге конференций. То есть зритель, который хочет смотреть интересный футбол, он сейчас может смотреть только российскую премьер-лигу, а это, ну, не самый, может, интересный футбол. То есть фактически… Это замена отчасти. Да, то есть это и простимулировало создание медиалиги. Да, да. Это скорее простимулировало не создание медиалиги, а простимулировало финансовое вливание в эту историю, потому что медиалига создалась раньше этого всего. А потом она просто сейчас приобрела бюджеты, масштаб, которые вот это вот все сейчас помогает реализовывать. Потому что когда трансляции организованы командой Матч ТВ, когда приезжает этот автобус огромный, может, кто-то видел на трансляциях, там два автобуса приезжают, которые раздвигаются, вот у них так эти, и там режиссерская студия огромная. Да, я понимаю, выездная режиссерская студия. Да, да, да. Вот это вот все. Помимо того, что трансляция общего плана, с коптера трансляция ведется, всякие операторы, два комментатора, комментаторы Матч ТВ при этом, Адамян, который даже на Ютубе уже популярен. Очень много всего. Я просто скажу, очень много всего. Если вы хотите разобраться в медиафутболе, введите медиафутбол просто в поисковом запросе, и вы все поймете. Нам придется познакомиться, да, то есть, понятно, я не буду делать вид, что я не знаю, о чем я говорю, разумеется, да, то есть, я слежу, но, опять же, возникает вопрос. На сегодняшний день, если трансляция абсолютно на таком же уровне, как в профессиональных матчах, которые мы смотрим по телевизору, сейчас болельщики с большим стажем послушают и зададутся вопросом, почему я на сегодняшний день буду смотреть медиалигу, где играют любители просто в крутой картинке? Ну, что отличает, по большому счету, вот в чем эта главная особенность между проффутболом и любительским, почему он быстро набирает, вот, ну, и мы знаем, уже набрал популярность? А болельщики со стажем, скорее всего, как раз-таки останутся, вот, знаешь, вот этой вот серой массой, которая будет хейтить и критиковать. Ведь всегда люди, которые привыкли к чему-то постоянному, да, они к чему-то новому не очень-то и открыты. Поэтому и существует, конечно, пласт людей, которые говорят, ну, типа, что там клоуны играют. Ведь еще один момент, в медийной футбольной лиге, помимо того, что я сказал, играют звезды разного формата, туда уже потихоньку приходят футболисты. Допустим, для белорусской, это же на белорусскую, наверное, большую аудиторию, Вячеслав Глеб, брат Александра Глеба, играет в одной из медийных команд в России. Да, играют футболисты, которые играли в сборной Беларуси, там, 3-4, в команде футбольной. То есть туда уже приходят профутболисты. Есть довольно-таки скандальный футболист, у которого жена еще Бузова была, может, для кого-то это будет известное имя, Дмитрий Тарасов, который играет тоже в медийной футбольной лиге. Туда приходят футболисты еще. То есть, возможно, приход футболистов, он вот этих вот людей, которые со стажем, он и заинтересует. Но на самом деле я считаю, что это скорее медийная футбольная лига, это как раз-таки для нового поколения, да, то есть не для болельщиков со стажем. Болельщики со стажем, как следили за Барсой, они вряд ли и РПЛ смотрели, да, они как следили за Барсой, так и будут продолжать. Но с каждым днем больше и больше появляется инфоповодов в медиа, в которых раньше медиа футбол не мелькал. Например, на сайтах, да, на всяких, на которых привыкли сидеть болельщики со стажем, на Sports.ru, на еще каких-то, да, в большом количестве. Просто человек волей-неволей в любом случае уже в курсе, что это такое. Но заходить это и смотреть, главная причина лично для меня, потому что, ну, это интересно. Ну, блин, ну, Саша Текила на поле, ну, вы себе представляете, как он там пел, там, типа, водка, Мартини, мы на позитиве, да, вот это вот все. Еще все ты вспомнил. Ну, и вроде-вроде такое что-то у него было. И он выходит на поле и борется с проффутболистами, с медиафутболистами. Ну, это интересно, типа, просто интересно посмотреть. Что касаемо правил, потому что я, например, знаю, что, поскольку, опять же, это любительский, это медийный футбол, все сделано ради шоу. И вообще люди, ну, подтягиваются в первую очередь, потому что это слишком близко им. Это очень похоже на то, что мы делаем во дворе. То есть собрались там друзьями, мы такие, вот у нас команда, мы там детьми придумали название, мы колобки и играем. Ну, капец, купили еще одинаковые майки все, и вот только теперь это все показывают. Что происходит с правилами вообще? Стандартное ли поле? Есть ли там судьи и так далее? Все, да. Я для начала скажу, одной из главных причин, наверное, посетить, я вот от этого начну отталкиваться, посетить вообще хоть один матч медийной футболной лиги или любой медийной команды, это то, что посмотреть на то, что там происходит. Один из важных элементов, вот я сейчас сначала скажу про медиалигу, это то, что, допустим, когда вы приходите на матч в Москве, который проходили раньше на стадионе «Лучше», там на футбольном матче всегда присутствует диджей, который включает музыку, да, то есть тебе там не скучно. Вот танцовка или как это девочки типа танцуют. Грубо поддержки, да. А, да, на финале медийной футбольной лиги выступал ЛДЖЕЙ, да, то есть когда, если мы говорим про оффлайн, аудиторию, которая приходит на матчи, на матчи медийных команд или медиалиги, интересно прийти просто ради того шоу, которое организовывается рядом. То есть если ты условно не разбираешься в футболе, и ты такой сейчас посмотрит, ой, затащу девушку свою, вот девушке тоже будет интересно. Ну, отчасти да, но тогда нужно подбирать такие матчи, где как раз-таки вот будет там выступать ЛДЖЕК. Я понял, да. Если взять там некоторые базовые матчи, там, ну, там не выступают. Но в целом это событие, ну, реально ты же можешь увидеться с человеком, с которым в обычной жизни ты не увидишься, ну, с какой-то звездой. А если отходить от этой темы и переходить в онлайн, в просмотр, потому что большинство аудиторий из Беларуси может только онлайн смотреть турниры или там ролики с Ютуба, есть определенная фишка в правилах, которая всегда разбавляет вот этот обычный футбол. С этого года начали внедрять несколько моментов. Первый момент – это начали внедрять чистое время. Когда судья останавливает время при выходах, при фоллах, то есть 35 минут, если они ничего не путают, либо 35, либо 30 минут чистого времени они играют. Матчи перестают затягиваться. Это интересная особенность. Ну, то есть представь себе, обычно матч 45 минут, но сейчас на чемпионате мира добавляли еще 10. 10-15 даже, я думаю. Да, 10-15 минут. А тут в медиалиге решили пойти по другому пути. Они останавливают время, когда кто-то лежит. То есть чистое время в любом случае играется 30-35 минут, и очень живая игра начинается, потому что люди перестают валяться, выбивать вауты, потому что никак не влияют на игру. Потом было… с этого сезона внедрили красный мяч. Это мяч, который первый отличался по цвету. Хорош. Да, а второе, этот красный мяч брался для того, чтобы, когда забиваешь им голом, взять его могла только одна команда за весь матч. То есть одна команда один раз за весь матч на 3 минуты, и брался он гол этим мячом, засчитывался за 2. И нельзя было его взять там на пинате. Так, я уточню для зрителей. То есть идет матч, мы играем с тобой в футбол. Твоя команда у меня моя. Италия против розовых. Против розовых, да. Мы играем в футбол, ты мне забиваешь 2 мяча, я проигрываю. И я такой, теперь я буду играть красным мячом. Да. Правильно? Да. И если я взял красный мяч, за 3 минуты смог забить тебе, то это 2. 2-2. 2-2. Потрясающе. И я такой, типа, зачем мы играли в футбол? Да-да-да. Но при этом нужно же понимать, что так же может забить и противоположная команда, и может еще стать 4-0. А, ну да. Да, да. Это же футбол. И также в регламенте указано, что прикольная особенность, то есть человек, который забивает гол, этот гол засчитывается за дубль. То есть он в списке бомбардиров, то есть он может стать за счет одного гола, ну как за два, то есть интересная особенность. То есть если эти две фишки, они использовались практически в каждом матче Медийной футбольной лиги, они еще тестили некоторые фишки по типу у судей была помимо красной и желтой карточки еще оранжевая карточка. Оранжевая карточка – это как в хоккее удаление на определенное время. Когда фолл, типа, ну футболисты или люди, которые следят за футболом, поймут, когда фолл не тянет на красную, и когда он, ну типа и желтая черная. На грани, да-да-да-да. Но при этом они немножко накосячили, потому что очень сложно определить вот эту вот грань. То есть для судьи, которые, они не провели подготовительную работу, короче, спорно получилось. Они с этой оранжевой карточкой до конца еще не поняли, но вот в будущем сезоне, а третий сезон стартут весной уже, это Медийная футбольная лига, я думаю, что они немножко поработают с этим, и, возможно, она будет на постоянной той же основе. То есть я, опять же, уточняю, просто чтобы зрители понимали, регламент устанавливается самостоятельно, то есть они такие новшества и нововведения могут пробовать, сколько раз им захочется, не получилось – выкинули, получилось – оставили, да? В этом же и преимущество, вот, отчасти преимущество медиафутбола во всех рамках, это в том, что у тебя нет ограничений. Ограничения – только твоя фантазия и осуждение общества, да? Да, потому что, допустим, на финале первого сезона была такая команда, она вроде сейчас существует медийная, «Бэйсмент». «Бэйсмент» – это клуб в Москве, один из самых популярных… О, да, привет «Бэйсменту». Или создатели вечи, ты хочешь там ведущего работать? Нет, я просто, да, многих ребят знаю с тусовки, и в первом сезоне я опять же там вернусь, я все-таки там нет, да нет, да и поддерживал ребят немножко. Ну, хорошо, да. У них же был перформанс в первом сезоне, когда было вроде, это была весна, было уже почти лето, они девушек позвали на матч, которые не в белье, а… Купальник. Вот-вот, да, различий нет, но… Смысл понятен, да. Они загорали на поле, симпатичные девушки, то есть, ну, типа ты такой, хм, ну, хотя бы посмотреть могу. То есть, опять же, кто-то сейчас слушает такой и думает… Что происходит? Две команды играют, играют херово, ты приходишь, матч говно, и ты такой, ну, матч говно, хотя бы посмотрю на красивых девушек, которые загорают на кромке поля, да? Как минимум, да, как минимум. Нормально, нормально. И в этом как бы и фишка медиафутбола в том, что они никому не отчитываются. Нету, там, FIFA не скажет им, типа, вы чё, да? Хотя FIFA и любительским командам не скажут, но у любительских команд нету таких бюджетов, да, которые есть у медиакоманд. Нету, прикол в том, что они никому не отчитываются, но при этом было озвучено, что результаты того, что использование оранжевой карточки, использование чистого времени, красного мяча, они отослали FIFA для того, чтобы они, типа, изучили, а вдруг, типа, вдруг так реально прикольнее и интереснее. То есть, они на своем примере попробовали такие, вроде работает классно, может быть, и им поможет, поделимся, да? Да, да, да. То есть, это личная инициатива, то есть, не было такого, что FIFA такой, вот на вас экспериментируем. Нет, такого не было, да. И в этом отчасти прикол в том, что они могут вот эти эксперименты постоянно, и даже на судье камера висит весь матч. То есть, там периодически режиссер трансляции может, ну, переключаться не только там между камерами с бровки и с камерой, там, допустим, общей платы, там еще даже коптер, который назвал. Есть еще переключение на камеру судьи, то есть, она на суде висит, микрофон на суде висит, все переговоры слышны. То есть, судья там кого-то послал, ты это видишь. То есть, там максимальный уровень открытости, максимальный уровень вот этого освещения всего. Но мы вернемся к формированию бюджетов. Почему, наверное, отчасти это стало возможным? Почему любительская лига обычно не может вот стать такой, как стала медиа лига? Да, набрать популярность, да. Тут все, на самом деле, максимально просто. Тут вот как раз-таки катализатором выступили вот эти вот медиа-персоны, за счет которых бюджеты команд смогли раскачиваться, там, ну, до невероятных сумм. В общем доступе можно найти информацию, что если там ввести, там, бюджеты, там, медийных команд, я думаю, что какой-то там сайт выдаст, что команды в среднем медиа-футбольной лиги зарабатывают от полутора миллионов до десяти миллионов, и это в месяц. Стоп, я уточню. Ты говоришь, зарабатывают. Зарабатывают кто? Основатель команды или вот как бы... Это скорее, скорее, да. Я уточню, что им платят. А сколько... Ну, тут вопрос, как они уже формируют свой бюджет, типа, на что они тратят, да? Мы говорим сейчас, это партнеры, которые с ними сотрудничают, выделяют такие суммы на команду. Да, да. А как они распоряжаются? Да, да, это уже они сами решают. Это, скажем так, не совсем достоверная информация, но при этом, скажем так, суммы все равно, ну, они меньше, чем вот то, что я озвучил, но суммы очень большие для любительского футбола, а раскачаны они за счет этих медиаперсон. Позвать текилу, ну, просто представьте, элементарно, базовый. Любой исполнитель, майот из современных, там, еще кто-то, час его времени на концерте стоит определенную сумму. Приходит человек, который представляет медиакоманду, и говорит спонсорам своим, ребят, у нас будет играть майот. И берет, привозит ему пример, вот час его времени стоит столько, там, партнер, он может сказать, конечно же, либо да, либо нет, но если он говорит да, за счет вот этого вот часа времени, там, условно, медиаперсоны, которые вот в прайсе есть у них, в прайс-листе, потому что я уверен, что там же есть и определенный прайс у звезд на просто посещение мероприятий. Ну да, я понимаю, про что ты говоришь. Вот, и за счет этого раскачивается бюджет, и помимо этого же команда создает контент частенько, и вот за счет этого в целом определенный рост может быть. Но сейчас есть определенная проблема у медиалиги вот с этим, что медиафутбол, то есть вот то, о чем я озвучил изначально, там, текилы играют в футбол и прочее, он сейчас плавно превращается в то, что профессиональные футболисты борются за результаты, и это очень грустно. Говоря о том, что профессиональные футболисты борются за результаты, я вот, ты говоришь и думаю про себя, вот такие бюджеты играют любители, делают шоу, это для профессионалов, которые посмотрят на это, профессиональные игроки, они подумают, я тренируюсь всю свою жизнь для того, чтобы играть в Урале там, я не знаю. Ну это хороший вариант, Урал-то деньги брезги, ты что? Майс, Урал, Ламблойс, ну, где-то там в команде, и я отдаю весь себя, а тут приходит человек, который музыкант, артист, продюсер, не знаю, там, актер в кино, и помимо того, что он зарабатывает за свою работу деньги, он еще приходит и отбирает деньги, да, хлеб, он получает за то, что он не умеет играть в футбол, но просто он бьет по мячу, потому что он актер. Как это вообще сказывается вот на проб в футболе? Потому что мне кажется, что сейчас мотивация у подрастающего поколения, которые стремятся играть в профессиональных командах на высоком уровне, раньше мы как, играли в футбол, шли в секцию, такие, когда-нибудь, возможно, я буду играть как Месси, там, или Эдгардавец. Как Олег Майами. А сейчас такие, я буду читать гадский рэп, там, записывать тиктоки, и приду, и стану футболистом, и буду такой же крутой, как и всеми еще денег дадут. Но в России же есть команды по типу Сахалинец, Миша Литвина, блогера популярного. Была команда Красавы, Евгения Савина. Это команды, которые были частными, они и сейчас частные, у которых были профессиональные футболисты, но при этом у них было очень крутое медиа-сопровождение, потому что их руководители, в первом случае это Миша Литвин, это очень узнаваемый российский блогер. Да, человек, который тачки сжигает. Да, сжигает тачки. Он сжег тачку и купил клуб. Главное, чтобы клуб не сжег. Евгений Савин тоже, который прославился как спортивный журналист, как потом футбольный уже блогер, который снимал очень крутые выпуски про футболистов. То есть они создали команды, профессиональные только, в которых играют вот эти вот уже именно футболисты, но при этом с крутым медиа-сопровождением, ну, медийным сопровождением, точнее. То есть снимается это все. Крутой контент вокруг профессиональной команды. Да, и в этом сейчас фишка в том, что вот эти вот команды, в которых изначально играли звезды, эстрады, там, танцев, чего угодно, сейчас превращаются вот больше вот в эту историю, вот этот вот путь, его сейчас либо регламентом каким-то, ну, то есть изменением, опять же, регламент можно как угодно там. Двигать, да, мы помним. И если не введут ограничения на профессиональных футболистов топового уровня вот в этой медиалиге, вот это все скатится в любительский футбол, ну, выше любительского уровня футбол, потому что, ну, не могут вот эти вот, как ты сказал, чуваки, которые начнут снимать тиктоки, читать рэп, конкурировать с людьми, которые всю жизнь старались попасть в Урал. Ну, блин, как бы даже на примере нашей медийной команды, о которой мы сегодня мало говорим, но все равно. Мы просто еще не дошли, да, мы тренируемся, типа, один раз в неделю сейчас. Когда мы приехали играть с командой Гомельской области, чемпион Гомельской области, команда, которая в первую лигу собиралась выходить, бум-пром. И, ну, понятное дело, что мы проиграли, пацаны там пять раз в неделю тренируются, мы один. Ну, на что мы могли вообще рассчитывать, хотя первый тайм мы 3-2 победили. Вау. Но во втором нас просто раскатали. Как можете говорить, что мы играли только в первом тайме? Мы думаем, еще ролик не вышел, поэтому я думаю, что может мы реально, типа, просто первый выложим, и все. Вот, и по поводу, если вот этого медиафутбола говорить, то, ну, сейчас есть такая тенденция неправильная. Если регламент не изменится, что обязательно на поле должен присутствовать медиаперсонаж, любой, и, допустим, на поле должен присутствовать обязательно пять, потому что, ну, это ок. То есть вот, по ходу, мы сейчас выяснили, что есть еще одно правило. То есть футболисты делятся на медийных и не медийные. Да, мы, кстати, забыли про это сказать, но мы пришли к этому. И вот одно из правил, что в начале игры должно быть какое-то количество медиафутбола. В самом начале, но тут проблема уже лиги и того, кого они берут. Да, не обидится на меня Николай, мы с ним, это президент медийной футбольной лиги Николай Осипов, с которым мы общаемся по поводу участия там в третьем сезоне. Они сейчас сами себя загоняют в яму. Они сейчас называют медийными игроками, ну, не медийных игроков. То есть если человек сыграл в первом сезоне, там уже второй сезон, сейчас будет третий сезон, как Дон 2. И да. И в первом сезоне, если были люди, которые играли, которые играют во втором сезоне, они уже по умолчанию считаются медийными. При этом они могут не иметь YouTube канала, не иметь TikTok, не иметь чего угодно, хоть лайка, есть такая соцсеть. В этом самая главная проблема в том, что они сейчас дают звание, не звание, отпустим. Звание заслуженного футболиста медийного футболиста дают сейчас людям, которые не являются по факту блогерами. Это очень грустно, это очень большие проблемы, в моем понимании, должно привнести в целом в лигу. Считать человека медийным просто потому, что не узнаем лицо. Если бы у него увеличилось количество подписчиков в соцсети, я не имею ничего против. Но когда называть человека, у которого там 3000 подписчиков в Инстаграме медийным футболистам наравне с текилой, ну это странная тема. Ну да, это смешно, как будто бы звучит. Ну у нас фулл состав, я могу выпустить 11 человек на поле, в которые каждый будет представлять свою какую-то тему, кто-то музыкант, кто-то тиктокер, кто-то стример, ютубер. Это будет фулл медийный состав полностью. При этом на поле будет находиться 5-6 миллионников. Не каждая команда, которая участвует во втором сезоне медийной футболной лиги, может себе вот это позволить. Потому что, ну, неправильный выбор команд, честно. Ну вот там есть команда, к примеру, РФС, Федерация Футбола России. И в команде РФС, да, там есть Деньяр Белединов, который играет, это футболист, который выигрывал бронзу на восьмом году или там в каком-то... На Евро. На Евро, да, да, в составе сборной России. Да, типа есть такое, по лицу, может, ты даже и узнаешь. Я, конечно, знаю. Друг. Да нет, не друг, но такие-то имена я точно знаю. Ну да. То есть тогда Гусхин тренировал форму, пожалуйста, энциклопедия. Ну, неплохо. Кроме вот этого человека и, возможно, там, кого-то там двух-трех человек, которые... Ну, в команде РФС не было вообще ни одного медийного. Тут вот эта вот грань. Считать медийным человека, который становился чемпионом в составе ЦСКА в 90-м каком-нибудь году, ну, это вопрос. Я не знаю. А, я понимаю, про что ты говоришь. Он медийный для... Ну, для РФС, да. Для спорта, да. Но как персона, скажем, творчески, да, он же не медийный. Его никто не знает. Ну, никто же не знает, кто поставил рекорд Гиннеса по набиванию мяча даже никто не знает. Да, да, да. Но его можно считать медийным? Наверное, да. Наверное, да. Тут вот эта вот история, что не очень эти люди... Они для своей тематики, для узкой, они, возможно, медийные. Но мы берем в общем. И вот команда РФС, одна из таких команд, которые, ну, участвуют в медийной футбольной лиге, наверное, потому что, ну, надо, чтобы такая команда участвовала. Надо же, звучит круто. Я такой, я бы включил. Сегодня играет команда РФС и команда... Гоц, козлы. Я такой, Гоц, типа, вот РФС, понятно, медийная команда, ну, потому что звучит как будто классно. Медийная команда Рубин. Есть профессиональная команда Рубин. А есть медийная команда Рубин, в которой должны были быть анонсированы Нурминский. Они анонсировали это, которые валим-валим-валим-валим на гелике. Да, вроде. Ну, он, видимо, случайность России где-то, поэтому он за эту команду или... Да, да, да. Там должны были быть другие медиаперсоны. Но в итоге, по факту, медийная футбольная команда Рубин, которая была в сезоне, она, кстати, по опросам, которые были проведены там разными телеграм-каналами и прочим, одно из самых больших разочарований. Потому что там играли люди, ну, любители играли. Ну, просто любители. Их взяли, потому что думали, что можно на имени Рубин, потому что Рубин это... Ну, это бренд. Да, да, это бренд в России. Типа, ну, вот мы взяли Рубин. Вот это круто. Но по факту получилось так, что никто не смотрел. То есть команда фактически ноунеймов, будем говорить так, зашла в надежде, что благодаря имени Рубин они раскачаются и приобретут в сезоне там медийку, которую можно использовать. Но этого не получилось. При этом они были частью структуры Рубин. То есть, типа, это не просто ребята, которые назвались Рубин, а это, типа, часть структуры Рубин, но они не вывезли. И все. Но взяв вот эту команду, медиа, вот этот вот президент, ну, они стали заложниками этой ситуации. Ну, честно. Потому что, ну, я ни одного человека там не запомнил даже. Вру. Один чел там во время... Больше всех говорил, который вот этот вот. Ну, нет, там чел крутил во время... Он ударил пенальти с сальто. Да, да, да. Да, вот. Это очень сложная тема, в общем, медиа футбола, потому что нету нормативов. И из-за того, что нету нормативов, можно считать чувака, который скрутанул сальто. Типа, это же разошлось. Это в пабликах было 4-3-3 вот этих вот всех. Блин, такая узкая тематика, мне жаль. Зрители. Ничего страшного. Ничего. Понятно, что все сложно, очень запутанно. Много вопросов. И даже мы понимаем, что сейчас даже у людей, которые сами занимаются этой медийной лигой, у них на многие вопросы нет ответов. Сейчас будем говорить о понятном, о нашем, о близком, о наших реалиях, о команде Inform. Здесь, я думаю, наши зрители примут к экранам. Здесь, возможно, людям больше будет понятно, потому что будут звучать понятные им имена и понятные людям. Давай поговорим. Начать, наверное, хотел бы с вопроса о том, как будто бы причина уже была ясна. Ты сказал вначале, что вот была медиа лига, и ты решил создать свою команду. Может быть, есть какие-то подводные камни, может быть, есть другие причины. Вообще, как ты пришел к тому, что такой, оп, ребят, хочу команду? А я создал медиа-команду до медиа-лиги. Вот. Да, да. Ну, значит, мой вопрос верный, да? Да, да. Как получилось, что ты вообще пришел к тому, что нужно создавать медиа-команду? Ох, есть такая медийная команда, Amcal называется. Я думаю, что вот тут-то многие должны были слышать, потому что это команда, которая приезжала в 19-м году в Минск и шумела в Минске, играла против фанатов Динамо Минска. Они проиграли. И я играл за фанатов Динамо Минск, но не поэтому они проиграли. Было классно, инсайдик. Извини, пока ты не начал говорить, я хотел сказать, сейчас все такие, ну, играли там где-то против фанатов Динамо Минска. Те, кто следит за проффутболом, Amcal играл в Кубке России в конце концов. О, да. Поэтому, ну. И Тудроц тоже. Камон, ну, уже надо знать. Да, да, да. Играли уже, они выходят на другой уровень. По поводу медиа-команды, я дважды участвовал в отборе вот в эту медиа-команду Amcal. Дважды занимал, получал, я это назову не бронзовую, а деревянную медаль. Просто потому что я третье место дважды занимал в финале, проходя все этапы. Там было несколько этапов. Где-то футбольные, где-то медийные. И так получалось, что брали первых двух, а я третьим был два раза подряд. Господи. Да, это было очень вкусно. Конечно, вот пробовать вот этот вот локоток этот, знаешь, облизнуть его. Да, близко, да не укусишь. Да, да, я не укусил, получается. После первого раза у меня, кстати, случился конфликт с одним из блогеров, у которого под миллион подписчиков. И после первого раза я уже не планировал второй раз идти. Но во второй меня позвали сами. Я себе в голове оставил, типа, мысль, что я приду на второй Хочувамкал, если меня позовут. Если не позовут, а я не рассчитываю. Ну, как позовут персону нон-гратте? Персону, с которой ссорился весь этот там кал, грубо говоря, да? У которых сложилось впечатление. Но меня позвали. Не знаю, зачем, видимо, конфликт это топ. Кстати, так дословно и сказал человек, который меня позвал. И во второй раз я занял опять третье место. И после этого я уже, честно говорю, уже во втором отборе я уже понимал, что я не очень-то и хочу. Ну, просто мне как будто изменения, которые произошли в этой команде, уже вызывали у меня скорее нежелание, чем желание в ней находиться. Потому что команда переходила уже тогда из разряда фулл-блогерской, уже в разряд там больше профессионалов появлялось. К тому моменту, если не ошибаюсь, в составе Амкала появился этой медийной команды чемпион Европы среди молодежных команд, ну, нападающий. И я уже понимал, ну, типа, с кем я собираюсь вообще там бороться за место. Я в голове сейчас проматываю, кто это. Это Гасилин. А, ничего себе. Алексей Гасилин. Я понял, да. Да, он же играл там в Шальке. В Шальке 04, да. По истечению вот этого двух этих сезонов, где я пытался попасть в Амкал, на третий я уже не пошел и подумал, блин, а почему бы не создать свою медийную команду? Если это не сделаю я, это никогда никто не сделает. Потому что, ну, некому, первое. А второе, это объем работы, который не каждый на себе вытащит. Захочет, да? Да, захочет в первую очередь. Должно быть желание, конечно. Потому что я же еще это прочувствовал изнутри. Я понимал, что я этого хочу, потому что я все-таки побывал на двух отборах. И потихоньку начал формировать команду, как я это делал. Я просто периодически, так как у ТикТока в последнее время начала довольно-таки сильная привязка к геолокации, тебе частенько появляются белорусы. Ну, даже ты можешь не знать, что это белорусский блогер или кто-то там белорус в рекомендациях, но все равно ты можешь по окружению понять, там, типа, он снимает на улице, и ты такой видишь номер, номер даже белорусский на машине какой-то видишь, и такой типа, хм. И первых ребят я примерно так и нашел, нашел Макса Долинова, который тиктокер. Он себя, кстати, не любит, когда его так называют, потому что он себя называет не тиктокер, а первую аудиторию набрал в Инстаграме. В Инстаграме у него 300 с чем-то тысяч, в тиктоке 2,4 миллиона. Вау, ничего себе. Да, это тебе не писки на заборах. Да, точно. Его я нашел примерно так, написал директ, типа, Макс, вот смотри, такую-то тему хочу продвигать. Он типа сказал, о, да, прикольно. Еще, как я определял, что человек, я же не всем писал, как я определял, что человек любит футбол. Подписан на Криштиана Роналду. Реально, почти все. То есть ты открываешь человека, смотришь, а ты тоже подписался на Криштиану Роналду. И смотришь общие подписки. Вы подписаны на Криша. Либо, ну, это бывало не Криштиан, но в целом, допустим, есть такой парень, музыкант Никитата. Допустим, вот он подписан на футбольный клуб Батте. И ты как бы такой, о, ну, блин. Следит, да. Да, следит за футболом. Не каждый просто так будет следить, да, что там. То есть я по подпискам определял человека, который, ну, вот, типа, блогер, что он, типа, следит за футболом. Писал, предлагал и так и формировал первый созыв состава вот FK Inform. То есть там были ребята Влад Бакей, потом в первом созыве был там Макс Мусаев, 3-4 миллиона в ТикТоке. Баха, Хам, да, 600 тысяч в ТикТоке. Был Саша Брушков, у которого канал на Ютубе Изи Вижн, 600 тысяч на Ютубе. И помимо этого в ТикТоке 800 тысяч. Вау. Потом был, ну, и сейчас еще есть Влад Музалев, у которого на тот момент было Бадабум. Может быть, дети смотрят нас. Бадабум, Бадабим. Блин, мы Влада просто такие, перечисляли блогеров, дошли до Влада такие, если дети смотрят. Не, ну, Бадабум, все шарят просто за это. Это уже кричалка. Информа. Влад Музалев, у которого на тот момент было, наверное, 300 тысяч подписчиков, но тоже не 5, скажем так. Был еще парень Антон Тут, 1,1 миллион в ТикТоке. Ну, то есть в целом я по цифрам собрал вот просто какой-то вкуснейший пирог просто получал. Слушай, а вообще вот ты говоришь, я всегда задаю гостям вопрос. Когда они рассказывают, выглядит, что это очень легко. И они такие, блин, я там написал, мне ответили. Там мы собрались, собрали команду. Отказов вообще много было. Кто-то не отвечал. А все очень просто, если вы... Если вы и так популярный человек. Если вы хотите дописаться до блогера, ведь все на самом деле очень просто. Давай, лайфхак, пожалуйста. Не, ну, два варианта. Ну, в моем случае это работало просто потому, что у меня количество подписчиков есть определенное, да, там 30-40 тысяч есть в Инстаграме. И человек... Я писал просто, если человек не отвечает в директ, ответь в директ под постом последним. И человеку... Я объясню. Ведь тут все очень просто. Смотри. У большинства блогеров аудитория набирается там в социальных сетях резко в определенный момент. И, соответственно, количество комментариев, лайков у них резко в определенный момент. И вероятность того, что блогер, который заходит к себе в социальную сеть и заходит в ленту, увидит твой коммент, очень большая, потому что не всегда под старым постом появляется каждую минуту 20 комментариев. И он такой, типа, хм, что это за хрен такое пишет? И заходит директ, и я такой, типа, здорово, типа, вообще на супер таких лояльных щах, борщах, типа, такой, пишу вот-вот так, да-да-да. Если касаться отказов, у меня, наверное, не было... Отказ был по причине того, что человек, типа, просто в футбол не играет. Были люди, которые следят, но не играют. Я не считаю это отказом. Человек просто, в принципе, типа, не играет. Да, типа, мне неинтересно. Я люблю смотреть, но не играю. Да, а вот те, которые играли, которые играют, им в любом случае было интересно, потому что они и без меня, и без, там, медиа-команд собираются сами играть в футбол, а тут что-то, ну, прикольное. Вот. И вот так вот формировался первый состав. А потом уже с течения времени сейчас мне уже пишут сами. Что сейчас происходит с командой? На каком этапе она находится? Доволен ли ты теми планами, которые ты закладывал в команду? И вообще, есть ли аналог... С кем играть? Вот смотри. Вы сегодня медийная команда. А завтра профессиональная. Завтра профессиональная. Ну, вот как раз-таки профессиональная есть с кем играть. У медийной команды. Как вот вообще поддерживать форму? Как играть? Как это происходит? Мы поняли. Собралась команда. Все классно. Всех узнают. Дальше. Что делать-то вообще с ней? Есть с кем-то играть вообще? Частных команд у нас очень мало. Очень мало. Прям вообще, там, раз по пальцам одной руки пересчитать можно двум, наверное, даже. У меня происходит все так. Я просто в лоб пишу футбольным командам высшей лиги. Важно это было понимать. Потому что на начальном этапе я понимал, что инфраструктура, которая соответствует нашим мечтам и запросам, есть только у команд высшей лиги. Первая лига у нас постольку поскольку. Вторая лига вообще там молчу. Хотя, крутой матч, кратске, с Бумпромом в Гомеле у нас получился. Потому что ребята подошли. У них не было бюджета, я предполагаю, вообще на это событие. Но они подошли настолько классно, насколько могли. Креативили как могли на собственном желании, энтузиазмировали. Да, вот. Все матчи информа, отлично ты сказал, это скорее энтузиазм отдельных людей в командах профессиональных. Мы играем с профессиональными, потому что нам нужна инфраструктура. Играть на стадионах школьных мне, честно говоря, не особо интересно. Я могу и без блогеров-миллионников там сыграть. И поэтому мы писали, я писал просто в Инстаграм, получал контакт там директора, начальника команды, еще кого-то. Объяснял, кто мы и что мы. И нам самое главное было иметь всегда пример. Первый пример. Когда ты имеешь первый пример, тебе очень просто приходить к другим и показывать. Вот было так. Наглядно, да-да-да. Хотите? И вот первый пример, это был выезд в Гродно. Как информ посетили Брест. Очень крутой выезд был. Гомель. Пинск. Пинск тоже крутой выезд был. На каждом из матчей в Бресте и в Пинске больше тысячи зрителей собрали. То есть очень много людей было. Не всегда даже стадион мог вмещать столько людей. Вау. Да. Это очень... Звучит как сказка. Кто-то сейчас послушает, такой... Вот это они фантазеры, конечно. Да-да-да. Но для меня это и была сказка. Я не реализовал свою мечту про футболиста. И типа мечта играть на стадионе. Даже пусть зрители не выкрикивают твое имя, а на некоторых матчах бывает такое, что наоборот противоположно болеют. Но вот эта атмосфера, блин, это невероятно. Честно. Типа, я очень надеюсь, что информ продолжит расти и количество зрительского интереса будет расти. И когда-нибудь я почувствую себя на стадионе десятитысячным, но тогда, я не знаю, я скажу, твою мать, что я сделаю? Я закрываю команду. Не, я тогда наоборот скажу. Все, теперь на Маракану едем в Бразилию стотысячный забирать. Потому что на самом деле, чего не хватает белфутболу, и это мне говорят все мои знакомые белфутболисты, это атмосфера на матчах. А у нас эта атмосфера присутствует. Как раз-таки за счет того, что на ней приходят люди. Очень много людей. А вот. И если в целом мы вернемся к теме того, что вот доволен ли я, очень доволен. Есть очень много подводных камней, которые мне просто дико вставляют палки в колеса, просто их невероятное количество, очень много. Но при этом тот путь, который мы прошли за год, тот самый Амкал, который мы говорим о прототипе, Амкал прошел за несколько лет, а мы его прошли за год. Понятное дело, нам отчасти помог и пример Амкала, потому что люди хотя бы чуть-чуть могли понимать. Понимали, в какую сторону двигаться. Да, да, да. Но при этом сыграть на центральном стадионе в Бресте, на стадионе натурального покрытия в Пинске, сыграть в Гродно. И при этом фишка-то в чем? Играем там против структуры футбольных команд. В Витебске против нас выходили футболисты. Мы приехали в Витебск. И мы приехали чуть-чуть заранее. Витебск, кстати, респект, это один из лучших наших выездов. Лайк. Лайк Витебск. У нас вообще Витебск очень часто в подкасте упоминают. Вообще Витебск, магический город. Переименуем подкаст. Витебск, ты лучший. В Витебске так получилось, что мы приехали, это наш единственный выезд был, когда мы приехали на три дня. Мы приехали сначала, посмотрели матч ФК Витебск, потом на следующий день сыграли и только потом уехали. Блин, это охеренно. Против нас Витебск выставил, вот игроки в пятницу играли, это была пятница. Там играл Матвиенко и играл Скитов, это футболисты ФК Витебск. Которые в основной команде, профессиональные. Да, Витебск сейчас находится в высшей лиге. Уже, да, сейчас же в межсезонье непонятно. Ну, в любом случае, это фактически команда высшей лиги. Да, да, и против нас, в Витебске, против нашей медийной команды, в Витебске вышли футболисты основной команды, да, типа два или три, неважно, но вот этот вот профессиональный футболист, который играет на позиции крайнего нападающего, сыграл против нас, которого узнают в Витебске. И он забил нам два и сел, все, счастливый сел на бровки. Пошел покурить, да, пошел, 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 пошел покурить. Говорят языком, да, спортивным. Вот, практически везде против команд, в которых мы играем, они выставляют комбинированный состав. Играют, это же, это вообще невероятно. Играют девочки против нас, женская команда. Играют профутболисты, как я назвал на примере, да. Играют структура, там, допустим, молодежка. Это очень крутая история, когда вы даже не совсем на результат играете, и при этом ты можешь сыграть против того, того и того, и они могут сыграть против абсолютно вот такой вот соля. То есть тут же главная мысль соприкоснуться с вот этим профессиональным футболом, когда ты, будучи любитель всего лишь, да? Да. Но с другой стороны, с одной стороны, это классно, но с другой стороны, на результат условно. Ты приезжаешь, ты команда блогеров, на тебя настраиваются по-другому. И они такие, ха, мы сейчас выставим сейчас всех профессионалов и разнесем их. И ты приезжаешь такой, блин, да я просто раз в неделю забираюсь, я тиктоки снимаю, на канале там истории рассказываю, а вы приезжаете и меня унижаете. Да блин, да фиг с ним. Ну типа, просто, опять же, это замкнутый круг. Типа, ну а как они? Они проиграют команде блогеров. И завтра напишут, что они проиграли. Мы, вот если, если бы мы, да я уверен, если мы где-то в каком-то городе, а мы в основном все матчи, в своем большинстве эти, которые мы играли с структурами футбольных команд, мы только вроде бы, если я ничего не путаю, мы только в Бресте выиграли 7-6. С хоккейный счет был. Последний гол. Боже, ну на нас можно смотреть, на информ, просто ради того, чтобы увидеть гол вратаря на, сейчас скажу, на 90-й минуте при счете 6-6. Я не понимаю, ну типа, это просто невероятное что-то. Он из Бреста сам, который вышел как капитан, родители его стоят на трибуне, да, типа, он забивает гол, там больше тысячи зрителей, все вообще в ахере, да, типа, мы в ахере, все в ахере. Против такой структуры, это как выиграть чемпионат мира, реально. Ну для нас, наш локальный чемпионат мира. Но мы проиграли и проиграли. Я не ставлю, сейчас, даже если мы заявимся в медиалигу, я хочу это подчеркнуть. Ты опередил меня. Да, я, ну мне абсолютно, если нас туда берут, мне абсолютно плевать. Да, я не буду говорить, я усилюсь с проффутболистами. Мы разговаривали, я разговаривал с Сергеем Кривцом, мы, я думаю, что, возможно, и Гутера, с Гутером, типа. Серьезные фамилии пошли. Да, да, с футболистами будет у нас диалог в любом случае, да. И мы попробуем с ними договориться на каких-то условиях. Да, я согласен, они будут. Но суть я не буду терять. Мне нет интереса, мне никакого нет интереса выпускать, ну, как сейчас происходило в финале, в составе Родина Медиа. Играла Родина Медиа команда медийная против команды Тудроц. У команды Родина Медиа на поле я знал только Сашу Ткилу. Все, все остальные ребята... Потому что Тарасов красный клубчик, да? Да, да, да. И остальные, да, там был какой-то у них тиктокер один, Декстер его вроде бы зовут. Да, у него там один с чем-то миллион подписчиков в тиктоке. Но, сори, я его не знаю просто. Ну, окей. Но он как вышел? Он вышел, пять минут его заменили. Потому что... А, для галочки. Да, да, да. Потому что, ну, видимо, для того тренерского штаба он не тянет. И мне плевать. Я готов занять последнее место в этой медиалиге, но показать, что медиафутбол это не про это. Пусть свою мечту футбольную они реализуют на профессиональном поле, с профессиональными игроками. А тут пусть Бакей играет против Текилы или там, не знаю, против Майота, против Сими, каких-то рэперов. И они соревнуются, понимая, что уровень их примерно сопряжен. А соревноваться... Ну, понятное дело, как я и сказал, профутболисты для того, чтобы хотя бы структуру вот эту сформировать в команде, да, типа, которые основополагающие, должны присутствовать. Но все равно у меня такой концепт. Я не хочу от него отходить, потому что самый популярный матч в медиафутболе на данную секунду это матч Сайдмены против YouTube Shorts. Сайдмены это чуваки с... Медийный футбол есть не только, кстати, вы охереете, ты, может, тоже есть не только в России и в Беларуси. Медийный футбол есть в Испании. Не, я готовился. Я вчера как раз-таки посмотрел, как происходит медийный матч в Испании как раз-таки. Матч испанцы играли против французов, и они тоже жаловались, что там профиков подвижили. Да, да, да. Ну, это, наверное, видишь, это, наверное, все время такая есть история. Но самый популярный матч какой вообще считается в медиафутболе? Это матч Сайдмены против YouTube Shorts, где играл Мистер Бист, самый популярный ютубер в мире сейчас. А, вот это я не знал, конечно. Да, Мистер Бист играл. Сайдмены это команда ребят, которые изначально снимали контент про футбол. Их там много было, человек там 5-7, может, 10. Но сейчас они все разошлись в разные стороны. Кто-то в бокс пошел. КСА есть такой блогер, который дрался с Логаном Полом. Не знаю, что-то не Шарьер, да? Вообще, да. Ну, неважно, короче. Не моя тема. Да. Я тогда просто скажу, что играли очень популярные личности с очень популярными личностями. И вот это интересно. Когда трансляция набрала уже, наверное, больше, но когда я увидел, 56 миллионов просмотров набрала. Финал чемпионат мира только что закончился. Я не знаю общую статистику. Я сегодня увидел статистику. В России посмотрела прямую трансляцию 18 миллионов. 18 миллионов. 56 миллионов любительский футбол и 18 миллионов. Профессиональный. И не просто какой-то профессиональный внутряк. Финал чемпионата мира. Понятное дело, что, в общем, там, наверное, до миллиарда дойдет. Просто взял в контексте России. Но все равно в потенциале это может соревноваться, если к этому обратить достойное внимание, это может соревноваться с профессиональным. Это может идти бок о бок. Никто не мешает друг другу. У них есть свой регламент, свои истории. У нас есть что-то свое. У нас есть красный мяч. У нас есть красный мяч и девочки. Да, это, конечно, классно. У Информа вообще на данный момент, я так понимаю, вот структура команды. Как мы представляем? У команды есть форма, у них есть медперсонал какой-то, у них есть брендированный автобус, у них есть гимн. Что из всего перечисленного сегодня нужно или может быть, или есть на сегодняшний день у любительской команды, у медийной команды? Ну, давай будем говорить про ту команду, про которую мы говорили. Да, про Информа. Про мою команду, да. Давай поговорим про мою команду, пожалуй. Учитывая те возможности, которые у нас сейчас есть, мы уже на неплохом уровне. Мы в Минске играем матчи на стадионе, все на пятитысячном стадионе «Динамо Юни». Это самый новый стадион из всех построенных вообще. То есть при этом вход свободный. Там же мы тренируемся, у нас есть пока только главный тренер. Главный тренер – это Алексей Ходневич. Это лучший бомбардир второй лиги в истории Беларуси. Алексей, здравствуйте. Да, в основу сейчас быстро. Если из атрибутов, из атрибутов типа а-ля околопрофессиональных, просто у нас, чтобы ты знал, не у всех профессиональных команд высшей лиги есть автобус. Единственное, что вот у нас на повестке дня, наверное, лежит, это я очень хочу, чтобы первое появился помощник тренера, очень нужен. И второе – это чтобы появился врач при команде. Мы уже вели диалог. Пока просто это, скажем так, если бы он подвинулся, было бы норм. Но вот типа пока это дороговато просто для нас. Потому что… Но он нужен. Это прям нужно. Это даже не в плане картинки или подхода. Это в плане того, что мы все любители. И наше физическое состояние частенько мы что-то неправильно делаем. И желательно, чтобы была правильная консультация врача при команде, чтобы ты потом не думал… Хотя бы восстановление, да? Да, да. Вот подожди, вот что у нас есть? Есть СММщик, два оператора, это три монтажера. У нас есть люди, которых типа не видят на футбольном поле. Они находятся за его, потому что мы же создаем контент. Это тоже нужно понимать. К примеру, вот мы планируем 7 января делать турнир в Минск по мини-футболу, который будем организовывать с трансляцией прямой, с двух камер, с двумя комментаторами. То есть чтобы эта трансляция еще была не на уровне любительского футбола. Ну, конечно, до медиа нам не дорасти именно российского, потому что там бюджеты другие. Но все равно сделать трансляцию, чтобы это был как продукт крутой. То есть на сегодняшний день вы своими силами организовываете турнир по мини-футболу, который можно будет посмотреть лежа на диванчике на ютубчике. В прямом, да, в прямом эфире. В прямом эфире, что важно. Если сравнить у нас с профкомандой, наверное, главное, что у нас есть главный тренер, есть форма, есть фирменный, ну, логотип разработанный. То есть он не просто взятый, типа, такой, о, возьму Манчестер Сити, уберу одну звезду и будет классно. У нас свой логотип, который мы разрабатывали с дизайнером, который разрабатывался, ничего не путаю, могу ошибаться, Батте, школьному клубу. Ого. У нас уникальная форма, кстати, у тебя тоже довольно-таки уникальная. Спасибо. У нас уникальная форма, потому что мы ее разрабатывали, это индивидуальный дизайн, который мы делали вместе с компанией Макрон. То есть она не просто бланковая, когда берется майка, знаешь, покупается. Вот, опять же, отличие от любительских команд. Любительская команда, есть деньги, давайте купим форму белого цвета или черного, любого цвета. Напишем фамилии. И класс. У нас она индивидуального, кстати, ее можно купить, но она дороговата. Блин, звучит как сказка, если честно. Тут уже и бренды какие-то профессиональные подъехали. Ну да, да. У нас хотел как раз-таки Лейс и Пепси и Хуауэй выкупать матчи полностью. Фул. Брендирование маек, брендирование стадиона. Это типа окей сумма. Да, типа только стадион. Это очень хорошая поддержка для команды. Они хотели вот это вот все. У меня был годовой контракт с Lenovo. Много-много всего слетело. И мы сейчас, по сути, вот только сейчас, последние 2-3 месяца, мы восстановились, появились новые партнеры. Уже начинаем двигаться. И все, в каждой соцсети идет рост. Вообще для брендов, я считаю, это ультра крутая штука, когда типа вы заходите на год, а через год я могу быть... Ну, то есть у меня долгосрочная история. А через год я могу быть, не знаю... В 10 раз круче. В 10 раз круче, а вы платите, ну, по сути-то, те же деньги. Это, ну, типа... Даже участие там в МФЛ, многие команды медийные, они же продают вот участие в медийной футбольной лиге скорее, чем себя. Потому что они чужие просмотры продают. Я продаю свои, ну, которые у меня есть. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это сложная схема, возможно, для кого-то. Но мне она ясна. Но не для, кстати, медийных команд. Ну, мы тут заговорили о том, поешь ли ты в караоке до этого. Это такое лирическое отступление и приближение к финалу. И я не знал этого. Ты мне сказал, что уже написан даже гимн у команды. То есть мы уже выяснили. Партнеры с большего появляются. Форма, разработанная индивидуально, есть. Лого у команды есть. Игроки, миллионники есть. Опять же, связи с общественностью, опять же, и привлечением уже профиков даже, тоже есть. Как будто бы все складывается круто, не хватает только гимна. И он, оказывается, тоже есть. Вот, собственно, расскажи нам. Да. Насчет гимна, на самом деле, у нас очень долгая история. Гимн был готов, наверное, еще полгода назад. Просто мы никак... Смешно, что мы гимн... Там просто идут строчки, в которых мы взяли там 5-6 рандомных ребят с команды, которых упоминаем. Типа, я там сейчас их напеть не могу, потому что забыл, да, типа... Потому что забанят. Не, вот, да, Бакей пришлет не авторский. Ты че? Ты че? Писал гимн Бакей. Суть в том, что нам пришлось дважды или трижды менять вот эти вот строчки про ребят, потому что некоторые ребята меньше начинали, типа, гореть проектом. Некоторые вообще уходили, да. То есть, ну, это тоже нормальная тема. Кто-то какие-то свои цели преследует, устает, допустим, и такой, типа, блин. Ну, или наоборот, нужна просто передышка, или вообще там уйти. Или еще другие причины. Да, гимн у нас есть. Он, мы его... Я очень хочу его сниппет дропнуть до Нового года, чтобы что-то побейтить, побайтить. А потом уже выпустить, когда мы правильно его раскрутим сниппет. Я надеюсь, что у нас получится, потому что у меня есть поддержка ТикТока, да. ТикТок, кстати, суперотзывчивая соцсеть. У меня есть свой менеджер в ТикТоке, который, типа, говорит, вот снимай вот это, будет класс. А не снимай вот это, вот это говно. То есть там, типа, прям вообще. И вот мы пообщались. Возможно, нам помогать будет ТикТок продвижение вот этого сниппета. Сам. Ну, типа, потому что тематика. А вообще смысл какой в этом? В этом есть какой-то профприкол? Или это такие... Или это просто фишечка, чтобы он был? То есть нету такого правила? Или, может быть, оно есть, я не знаю. Обязательно должен быть гимн, чтобы участвовать в медиалиге? Не-не, такого нету. Не у многих команд медийных он есть. А вообще, если говорить, есть он только, наверное, у одной или у двух, да, то есть... У нас же музыканты, типа, есть. А почему бы, ну, не воспользоваться их умениями, делать что-то круто? И при этом, ну, это... Я Баке ничего не платил, да. Но, по крайней мере, за расходники, то есть там за студию, за вот это все, я им покрыл. То есть это не бесплатная история, но в которой мне просто хотелось, чтобы оно было. Оно прикольно. Этот гимн реально прикольный. Слушайте на всех площадках. Он, кстати, Бакей, скорее всего, этот гимн... Ну, то есть он будет на всех площадках под... Круто, мы не против. Если он выйдет в широкие массы, я, собственно, тоже только за. Поэтому ищите. Все фамилии, которые вы услышали сегодня, тоже можете искать. Главный вопрос, как вывод, наверное, всего, что мы сказали. Те люди, которые погрузятся в медиафутбол, изучат. У них рано или поздно возникнет вопрос. Это все, конечно, круто. Но когда мы увидим там белорусскую команду, за которую мы сможем болеть? Уже есть наметки. И, скажем так, есть фидбэк. Я же, как и говорил, очень сильно вкладываюсь в то, что я создаю, в контент, во все это. Есть уже фидбэк там аудитории. Изначально с Николаем у нас был диалог после второго сезона, что мы будем в третьем сезоне. Я не буду включать, типа, эту аудиозапись, но он мне говорил, вы будете в третьем сезоне. Но проблема в том, что, к сожалению, руководитель медийной лиги не может настолько влиять на генеральных партнеров. А генеральные партнеры видят свои варианты лучше. Поэтому, ну, по-хорошему, мы должны быть в третьем сезоне. Будем ли мы в третьем, не знаю. Возможно, все произойдет так, что появится какая-то альтернатива этой медийной лиги. Мы появимся там. Потому что попытки были уже, много этих попыток было разных. Просто люди не понимают, какой это порядок затрат. Это, типа, очень дорого. Это не пирожок купить в магазине. Проведение медийной футбольной лиги в Беларуси совсем, ну, типа, прям фулл просчет был. Это около миллиона долларов. Это сезон? Да. Вау. Типа всего лишь? Я-то думал. У меня как раз тут в кармане. Да, берите. Мы считали, типа, ну, это, блин, в Беларуси таких денег, я вообще не знаю, где найти. Вот, грубо говоря. Но в России бюджет на следующий сезон медийной футбольной лиги просочилась инфа. Бюджет 350 миллионов российских рублей на сезон. Я даже не знаю, сколько это. Я упал в оморок после этого. Я не знаю. Но справедливости ради, я ввиду того, что... То есть это не деньги, которые... Да, они там что-то там укусят вкусного, да? Ну, типа, с этой суммы. Но я представляю себе, сколько это стоит. Они же стадион строят. Свой. Типа, который будет только для медийной футбольной лиги. Стадион. Типа, я уверен, что стадион не на 10 человек, да? С двумя трибунами. Короче, вот. Я, кстати, забыл, блин, вопрос. Нет, как бы... Можем ли мы увидеть в итоге информ, да? Да, в медиа-лиге. Потому что люди, которые познакомятся, ну, стоит полагать, что они захотят увидеть свою команду из Беларуси там. Я лучше скажу так, что люди, которые познакомятся с медиафутболом, могут увидеть нашу медийную команду в Беларуси 100%. Даже, возможно, в своем городе. Пусть они приходят на этот матч. Мы всем уделим внимание. Со всеми сфоткаемся, пообщаемся. Это уникальная возможность вообще каждого матча информа. Как медиа-событие, где ты можешь встретить сразу 10 блогеров. Которые в твоем городе приехали, и вот тут они не там выступают или делают что-то еще. Да, или через экран я на них смотрю. Да, они вот тут, и ты можешь с ними там пообщаться и еще что-то. А насчет третьего сезона медийной футбольной лиги, я скажу так, что нас там хотят видеть, но не все карты сходятся для того, чтобы мы там были 100%. Оставляем жирный вопрос. Можно и худой. Где ближайшее время можно увидеть команду «Информ»? Ты только что сказал, что приходите, смотрите, мы приедем в ваш город. Ближайший матч. Все, наш зритель посмотрит, перешлет другим и соберем стадион. Куда идти? Пока мы согласовываем, это либо конец января, либо начало февраля, матч в Минске на Манеже, как матч открытия или матч закрытия Кубка развития. Это кубок среди молодежных команд. Если ничего не путаешь, 16-17 лет разных сборных. То есть сборная Белоруссии, сборная Узбекистана. Собственно, команда просто будет представлять какой-то выставочный матч. Да, у нас будет выставочный матч, но при этом мы до конца еще не решили, с кем будем играть, потому что это либо, возможно, будет блогерская команда какая-то из России, возможно, либо это будет команда комбинированная Федерация футбола, то есть футболистов плюс какой-то тренерский штаб. И, кстати, обязательно следите за информом просто ради того, чтобы посмотреть, мы на весну планируем в любом случае провести матч против Амкала. Вау! Вот это хороший финал, громкий. Влад, спасибо, можно бесконечно говорить. Я понимаю, что мы можем выбрать любой вектор, но люди даже в два подхода, завтрак и обед, если успеют посмотреть все и впитать, то будет хорошо. Спасибо, что нашел время и пришел в гости. Не за что. Я очень благодарен тебе, на самом деле, что позвал. Прикольный формат подкастов, очень классная организация и приятный ведущий. Это я. Все, пока. Ребята, это был The Code Podcast, меня зовут Шур Рапей. Не забывайте, что теперь мы выходим и на Яндекс.Музыке. Ищите нас там, если едете утром на работу, в университет или вышли на пробежку, можете слушать нас с удовольствием. Не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях. Это YouTube, Telegram, Instagram. Также ставьте свои лайки и предлагайте новых героев. Всем спасибо. Всем пока.